Всем привет! Я Ольга Сергеева, и это мой первый выпуск подкаста о фильмах, который мы смотрим и обсуждаем со зрителями в киноклубе «Трафик». Записать наши бурные дискуссии сложно, а так хотелось бы, ведь во время дискуссий возникают интересные мысли, необычные трактовки и рождаются новые смыслы. Вместе с давним и верным членом клуба Машей мы решили записывать в подкасте собственные суждения о фильмах и все самое интересное из наших киноклубных встреч. Итак, поехали! Дамзель проактивную девушку, у нее активная позиция. Эта тема уже эксплуатируется довольно-таки давно. Диснейм у него уже как минимум полдюжины активных девчонок. Принцесс, Мулан, Муана, Мерида, Тиана. И завершает аж из заветного желания. Очень активные девчонки. И, казалось бы, эта идея не новая. То есть они эксплуатируют уже то, что Дисней поляризировал. Насколько это актуально? Все-таки отец ее приносит в жертву. Потом он переживает на эту тему, как ты помнишь. Раскаивается. Да, раскаивается. Но она не против. Здесь такой твист неожиданный, да, прекрасный принц. Абсолютно бездеятельный. А скорее опасный для нее. Это не избавление. Жертва это ее, в общем, она напрасна. Да, так вышло в итоге. Но даже тут сейчас я понимаю, что мне это нравится. Когда она выживает. И прячется от дракона. У нее есть момент глубокого переживания. Страха. Вот когда она в этой пещере понимает, что она не одна. Не одна жертва, которая принесена в жертву этому дракону. И тут что-то, кто-то подсказывает, говорит, что это ложь. Да, это вот неожиданная в фильме. И еще сочувствие монстру. В типичных сказках, да, хотя, может быть, это не они неожиданные. Вспомни «Красавица-чудовище», да, она там полюбила монстра. Монстр стал прекрасным принцем. Но здесь другое. Ведь у нас не дракона, а дракониха, которая потеряла детей. Будущее она потеряла. Да, она потеряла свое будущее. Она мстит. И девушка понимает ее в итоге. Да, то есть она понимает, что она такая же обманутая, как и растерянная, несчастная. То есть она что-то общее вот с этим монстром, да, находит в себе это. И находит силы понять, простить. И вот этот вот интересный, на мой взгляд, ход в финале. И зло здесь не в монстре. Что зло в людях, которые знают в настоящем раскладе, обманывают, подставляют, приносят жертв ради своего благополучия. Причем, интересно, на какое-то время, еще на какое-то время. На то время, пока... На поколение. На поколение, да. То есть мы готовы отдать кого-то еще на заклание, молодых, красивых, полных сил и надежд, чтобы еще продержаться в этом мире. Вот это вот современная такая идея, на мой взгляд. Да. Я все время думала, куда они вывернут. И очень боялась, что это будет клише. Мне понравилось, что это не клише было, а тебе. Да, да, да. Дракониха, да. Уже то, что она была девочкой. А вспомнил, мне сразу Шрек сразу вспомнился. Да, потому что там тоже была девочка. И мне было интересно, если это дракон-женщина, то как-то не милостливо ее. Ну да, колдуньи бывают разные. Главной актрисы. Понравился ли каст? Потому что мне иногда... У меня был диссонанс небольшой, потому что личка у нее, ну никак вот она... не влезает в хрупкие идеалы, принцесса. Тонкокосная, тонкокожая, белая лица, тонкие черты лица. Тут совсем другой типаж. Ну да, это девушка-соседка. Да, полнокровная. Да, девушка-соседка, которая может постоять за себя, которая не идеальна во всех отношениях, да. Один там был эпизод, кстати сказать, где она смотрит вверх. Я очень похожа на Керу Найтли. Да, Кера Найтли. Кера Найтли. Это какая-то Кера Найтли. Видимо, там какой-то референс был на эту актрису. Потому что она местами очень сильно на нее похожа. И там тоже была сильная девушка. Если ты помнишь, вот в «Пиратах Карибского моря». Она была не прочь повоевать со всеми. Следующий фильм – это «Память». Фильм смотрится напряженно, хорошо. Он держит в тонусе. Да, он медленный, да, он фестивальный. И нужно смотреть его от начала до конца, не прерываясь в соответствующей обстановке. Общая ценовая гамма, холодная, рассудочная. Насколько она вот ему подходит? Она может отпугнуть. Мне кажется, что автор намеренно просто убрал все красивости, сделал фильм таким серым. Даже на вечеринке. Помнишь, там не было таких прямо вот ярких цветов, какой-то музыки. Все было приглушенное. То есть это история глазами нашей героини. Ведь у нее мир, в общем-то, вот такой. Она живет в этом мире не один год, а практически 13 лет. Мы должны погрузиться в этот мир, как зрители. Если ты помнишь, автор снял фильм совершенно жуткий «Новый порядок». Да, меня поразила «Новый порядок». Он тоже в таких красах жесткий. Жесткий, но там очень много крови. И крови, и буквально мы в переносном смысле слова, потому что история просто шокирующая. Здесь приглушенная, закрытая. Вот все, что происходит, разрывается жизнь в «Новом порядке», здесь это все как-то скрыто внутрь. То есть персонажи переживают вот эти бури. Ну, конечно, большинство из них – это их собственные трагедии, не такие глобальные, как в «Новом порядке». В «Новом порядке» от них не зависело особо какие-то действия, которые происходили. Здесь же это их личные жизни. Хотя главная героиня, она испытывает, что 13 лет, она всю жизнь испытывает вот это состояние. Оно, видимо, с детства у нее тянется, потому что основная травма, которую она получила, она в 8-летнем возрасте ее получает. Соответственно, вот вся жизнь у нее такая. И нам в зажатом состоянии. Как будто мы, когда обсуждали, помнишь, там все время такое вот слово было, как будто они набрали воздуха и не могут выдохнуть. Вот настолько сложно дышать, как будто они вот под водой. И это в фильме очень здорово передается. Исполнительный главный роли, сказка, он получает здесь за свою роль. Вообще, Кубок Вольпи очень сильно перетягивает на себя одеяло, конечно. Да, героиня, да, актриса. Потому что... Но это история о ней. Это история о ней. Все-таки типаж. Этот типаж... На Джессику Честлинг, да-да-да. Каждое новое освещение выдает ее лицо или по-бытовому. Чуть-чуть подчеркнуть. Она тут же превращается в такую вот очень красивую женщину, желанную, фатальную. Приглушая, приглушая изображение, убирая какие-то яркие цвета, делая картинку более серой, да, приземленной какой-то, заземляя, как это говорят, да, вот это вот происходящее, мы все-таки забываем, что это Джессика Честлинг, что это все-таки звезда кино, и мы видим в ней героинь. Вот поэтому, мне кажется, вот это изображение, оно здесь очень оправдано. И если зритель смотрит фильм от начала до конца, он будет вознагражден. Потому что накопление этого опыта, этого фильма, это энергетики его, его внутренняя динамика этого фильма, она раскручивается постепенно, и катарсис в финале, на финальных титрах наступает. У того зрителя, который, конечно, эту всю историю проживает. Это вот для проживания. История для проживания. Погласна с тобой. Киноклуб «Трафик». Так, мы еще хотели поговорить с тобой немножко о новом сериале. Вот не знаю... Один день. Один день, да, да. Как ты думаешь, такой вопрос, кто в ней главный герой? Это там два персонажа, но и о каждом идет речь. Они не во всех частях вместе. И это достаточно сбалансировано. Но все-таки вот по той макомы. Я решила, что для меня этот сериал будет о девушке. Ты смотрела про Эму? Про Эму, да. Главный герой, зонтой мальчик. И он там тоже есть. И там тоже есть кусок его истории. Но ее история, вот, мы ее смотрим за ней, потому что она конечна. А его история продолжается. Я все прекрасно понимаю, что его история продолжается. И мы посмотрели кусок его жизни. Этот кусок жизни на него повлиял. Вот, у него было, как мы понаблюдали за 13 его днями, прекрасными днями, которые меняли его жизнь. Очень повлияли. Он дорос. Он молодец. Он взрослый. Но для меня это сериал про нее. Считаю, что это фильм, конечно, про Декса. Но мне вот интересно, почему ты считаешь, что это про Эму? Дело в том, что ведь мы начинаем эту историю не сначала. То есть мы о ней не знаем ничего. Ну, смотри, только, наверное, то, что... О них и двоих ничего не знают. Да, мы не знаем. Но потом про Декса мы начинаем раскручивать эту историю прямо с самого начала. Мы знакомимся с его родителями, друзьями. Мы погружаемся в его жизнь, в его, скажем, переживания, об его ошибке. А вот Эмма, ну, посмотри, там же про ее родителей мы вообще ничего не знаем. Они ни разу не появлялись. Про ее детство мы тоже ничего не знаем. Только с ее слов. Да, я согласна, что из ее поведения, из ее жизни, из ее слов можно о ней много что сказать. Но для главного героя это же недостаточно. То есть вот какой она проходит путь, она как-то меняется в течение фильма, по-твоему? Если это фильм о ней. Бессловно, она меняется. Ну, меняется, но ведь, согласись, не кардинально. Нет, не кардинально. Она ведь с самого начала, как задает тон, да, умные девушки, не звезды университета, а скорее девушки-ботана такого, да, который немножко все время в тени, но тем не менее стивит. Да, да. Революционер. Да. Готова бороться за права кого бы то ни было. Мне очень напомнил этот фильм, кстати, Маш, помнишь, мы смотрели замечательный фильм с Барбарой Стрейзен, с какими мы были. Да. Да? Что-то в нем было в этом фильме. И очень даже. Потому что она даже немножко напоминает как-то вот Барбару Стрейзен с таким носом. Ну, в одном месте на свадьбе. Да. На свадьбе у нее небольшой начес. Да, да, да. Она чем-то вот даже напоминает, честное слово. И Роберт Редфорд тоже такой блондинчик. И они очень отличаются внешне. Тот спортсмен, популярный, красавец-мужчина и абсолютно далекий от вот этой вот активной жизни главной героини. И в итоге там нет такого, скажем так, драматического финала. Но они не могут быть вместе в итоге, да? Расстаются, как ты помнишь. Да. Там, я бы сказала, это более такая история, похожая на жизнь, когда люди просто расстаются. Ничего такого не случается, да? Непоправимого. Но люди не могут быть вместе. Пусть будет Данкс главным героем. Это его история. Но мне эта героиня очень симпатична. И я просто симпатизирую ее. Такой момент по поводу этого сериала. Мы знаем финал. Стоит ли нам вообще смотреть сериал, если мы знаем финал, если мы смотрели фильм «Санхэдлайн»? Конечно. Ну, во-первых, тут вот к вопросу о сравнении фильма, да, и полнометражного, и сериала. Структура самого фильма и сериала разная. Актеры, у них химия между главными актерами очень большая. Это очень большой плюс. С первого эпизода уже подключаешься к ним. В фильме мы не можем так проникнуться глубоко, потому что вот эти вот детали, детали жизни Декстера, детали жизни Эммы, они здесь более выпуклые. мы понимаем их мотивы, поведение. То есть мы с ними сродняемся, что называется, да, мы с ними становимся ближе, намного ближе, чем с героями фильма. Финал. Ну, про Мелу и Джульетту мы тоже знаем финал, но это не мешает нам смотреть эту историю. И Гамлета мы знаем, я, конечно, сравнила там, да, скажешь, там, Шекспира и сериал современный по произведению популярному, но знаем многие произведения, но как они решены, вот здесь вот очень важно, насколько удачно это произошло. Вот здесь, по-моему, полное попадание. Я согласна, это полная удача. Да, это 10 из 10. 10. Попадание полное, да. А на этом у нас все. С вами была Ольга и Маша. Не забудь подписаться на наш подкаст, канал Кинотрафик на Ютьюбе и канал в Телеграме Кинотрафик Синема с Ольгой Сергеевой. До нового выпуска. Пока. Киноклуб Трафик.